Увидеть, как работает компрессорная станция в Володине, Чижимто и в Парабеле, в каких условиях живут газовики, на вахтах смогли томские школьники. В такую экспедицию поехали юные активисты из разных национальных диаспор региона. Поездка стала одним из мероприятий в рамках подписанного ранее соглашения между компанией «Газпром», «Трансгаз Томск» и Ассамблеей народов Томской области. Подробнее в репортаже «Роза Аэропетян». Позади уже чуть больше 160 километров. Кривошенский район – первый пункт экспедиции школьников на север Томской области. И начинается это путешествие с осмотра Володинской компрессорной станции. А один кубометр газового сколько перерабатывается? Мы перерабатываем. Мы транспортим газ. Мы занимаемся транспортироваться газом. Перемещаясь из одного производственного цеха в другой, юные путешественники задают начальнику станции десятки вопросов. Так, в белой каске на настоящей промплощадке на некоторое время стать частью большой команды газовиков – уникальная возможность для ребят. Ведь в обычные дни просто так войти на режимный объект невозможно. Меня немного заинтересовало то, как питается, если, например, выключится свет или не будет электроэнергии у них на станции. И я узнала о том, что они питают это все с помощью специальных двигателей. Я уже выбрала профессию инженера. Это, конечно, очень ответственная работа. Поэтому нужно, конечно, сто раз подумать. И очень хорошо учиться, чтобы на таких предприятиях работать. Это школьники разных возрастов и национальностей. Их объединяет то, что они являются гражданами России. Так и строительство силы Сибири и реализация других проектов в рамках восточной газовой программы занимаются представители многих национальностей. В этом году исполняется 25 лет работы Ассамблеи народов Томской области. С трансгазом очень тесные и хорошие отношения и связи. Во-первых, они сами очень многонациональный коллектив. Во-вторых, идут через Сибирь силы Сибири. Чтобы внести свой вклад в укрепление межнациональных отношений, «Газпром Трансгаз Томск» реализует совместные проекты с Ассамблеей народов Томской области. Эта поездка приурочена к 75-летию региона и 25-летию Ассамблеи. Узнавая деятельности газовиков, параллельно ребята познакомились с историей Томской области. Увидели озеро Оськино в Парабелле и первый город в регионе Нарым. И, возможно, кто-нибудь из них свяжет свою судьбу с работой в газовой отрасли. Роза Айрабетян, Иван Патлусов, Вести, Томск.